Жилой комплекс Битцевские холмы. Дом 1, корпус 1 по улице Олимпийской был сдан в 2016 году и сразу здесь было создано товарищество собственников недвижимости, которое выбрало управляющую компанию от застройщика. Она и обслуживала дом все это время, но жители были недовольны работой УК. Ситуация начала меняться весной этого года. Инициативные жители ТСН расторгли контракт с управляющей компанией Битцевские холмы и перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также заключили подрядный договор с УК «Радуга» на аварийно-диспетчерское обслуживание. Летом часть собственников вышла с предложением сменить форму управления, упразднить в первом корпусе ТСН и передать дом управляющей компании, чтобы та его полностью обслуживала. Состоялось собрание, большинством голосов выбрали УК «Тройка комфорт». Только вот с этим решением многие не согласны. Проводилось оно с рядом нарушений, не было очной части собрания, не было должного оповещения. Насколько там известно, по закону должны быть разосланы заказные письма. Бюллетени вручались каким-то выборочным образом, то есть далеко не все жители, ну как бы их вообще видели, им было предложено участвовать в этом голосовании. Позже мы также собрали больше 50 подписей и отправили просьбу в Гожил инспекцию проверить нарушение этого собрания. Гожил инспекция нам прислала отписку просто о том, что документы о собрании получены и что-то толковое может решить только суд. Куда не согласны жители первого корпуса и решили обратиться. Подали иск, теперь ждут судебного заседания. С другой стороны, те самые собственники, которые желали смены управления домом. Говорят, ТСН себя не оправдала. Работало оно плохо, поэтому голосование было легитимным. У них нет квалификации, у них нет административного ресурса, у них нет опыта, у них нет понимания, как управлять собираемостью средств, как балансировать бюджет. Таким образом, есть неприятное ощущение, что сейчас у нас большие долги у жителей, потому что ТСН фактически представляет жителей. И как бы в итоге нам эти долги гасить. Я просто вижу, что люди, которые не умеют управлять, рвутся управлять. И поскольку это мой корпус, мой подъезд, моя прилегающая территория, мне, конечно, больно смотреть, к чему это может в итоге прийти. С 1 октября по всем документам, управлением и обслуживанием дома занимается УК «Тройка Комфорт». Ее представители уверяют, ликвидированное товарищество собственников недвижимостью препятствует нормальной работе. Попасть в технические помещения препятствовали. У нас не осталось выхода, как только менять замки на технических помещениях, электрощитовых. В консьержных местах общего пользования находятся консьержки, которые не находятся в штате «Тройки Комфорт». Управление ТСН не выходит на связь, не хочет вести диалог и что-либо передать нам для управления, какую-либо информацию, технические документы для управления многоквартирным домом. Дом разделился на два лагеря. Обе стороны намерены продолжать отстаивать свою правоту. Сколько времени это займет, пока неизвестно. А тем временем страдают остальные жильцы, которые просто хотят получать качественные услуги за свои же деньги. И здесь уже не важно, кто будет эти услуги предоставлять. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.